Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на своем канале. Поздравляю всех моих зрительниц с прошедшим 8 марта. Всего вам самого-самого наилучшего. Будьте красивы, здоровы, любимы, самое главное, под мирным небом нашей Родины и не только нашей. Сегодня я буду пикировать перец и хочу вам показать. Помните, который я сеяла? Вот сейчас я вам его покажу. Вот, в плошечку и из-под кильки. Вот такой. Смотрите, у меня здесь было три вида. Веста, каптур или каптур и джемини. Вот. Взошло все вообще. Вот каждое семечко взошло. Но такое редкость бывает. Бывает редко это очень, чтобы перец вообще весь полностью взошел. Я немножко упустила момент пикировки, потому что уезжала на 8 марта. Выходные большие были. В квартире тепло и он, конечно, стартанул. Поэтому вообще вот рассаживаю обычно вот в такой фазе, когда он вот такой. Это немножко переросший, но ничего страшного. Что есть, тем и работаем. Но удивительно, вот этот грунт, который я вам показывала, в который я сею вообще в этом году всю рассаду, меня, конечно, удивляет. Очень мне понравился. Теперь только он мой фаворит при посеве семян. Когда уже дальше мы распикировываем, грунт должен быть более питательный. Вот здесь у меня два вида грунта. Я смешала. Микс получается. Мой любимый теравита. И еще один сюда махануло. Остаточки были. В общем, не специально, а чтобы все израсходовать. Высаживать буду вот в такие стаканчики. Это 300-граммовый стакан, бочка, по-моему, называется. Дырки не делаю, друзья, кто будет спрашивать. Потому что очень много лет занимаюсь рассадой, и я рассаду не переливаю. Нигде в стаканчиках фактически я не делаю дырки. Если вы делаете первый раз, и вы не умеете регулировать точно полив, обязательно делайте отверстие, потому что точно зальете рассаду. Но так как я уже приловчилась-наловчилась, поэтому дырочки не делаю. Подписываю, беру малярный скотч и маркером подписываю. Не нашла, у меня обычно белый маркер, и я подписываю белым маркером. Почему? Потому что, когда я сейчас стаканчик наберу, темный грунт, то темный маркер я не увижу. Там надо будет, знаете, с лупой ходить, чтобы увидеть, что же у меня тут распикировано. А белый маркер прекрасно видно. И стаканчики такие я использую по несколько лет. То есть уйдет отсюда перец, я сниму вот эту наклейку, а может даже и не сниму, и что-то другое буду сюда потом высаживать. Так что приступим. Сейчас я буду рассаживать. Сам процесс не покажу, а уже покажу готовый результат. Смотрите, какая уже мощная, хорошая корневая система у перца. Вот. Прямо шикарная. Поэтому набираю в стакан примерно половину земли, стакан половину земли, делаю небольшое углубление. Вот так. Помещаю туда перчик. Ну, вот так показываю. И немножко я, конечно, по самой семидоли я не заглубляю, но до половины стебелек, вот от корня и до первых семидолей, я, конечно, буду заглублять. Ничего страшного, землей. Сейчас никаких, вот на стадии, когда я пикирую, никаких удобрений, ничем подкармливать я не буду. Недельку я ему даю отдышаться, и после начну с минимальной дозы подкармливать перец. Помните, что перец очень любит калий. Он не так любит азотные удобрения, сколько любит очень калийные удобрения. Вот монофосфат калия просто обожает, особенно подкормка по листу. Так, ладно. Распикировываю и вам дальше покажу. Ну и все. Каждый перец живет у меня теперь в отдельной квартирке. Из коммуналочки переехал. Вот это перец Каптур. Вот как я вам говорила, я его распикировала не по самой семидоли, то есть засыпала землей не по самой семидоли. Даже, знаете, раньше засыпала и по самой семидоли, но в процессе, когда я буду поливать, земля все равно будет немножко садиться вниз. Поэтому вот по самой семидоли не получится. Я, честно говоря, вот за столько лет, сколько я выращиваю, один или два раза видела, что у перца немножко образовывались корни. Может быть не у всех, у гибридов может быть нет, так как я сею одни гибриды. Так что вот так. Сейчас я их поставлю. Да, вот это, смотрите, это Каптур. Сразу видно такой мощный. Дальше идет по мощности это Джемини. И дальше идет самый маленький Веста. Вот все 15 штучек, которые я сеяла, все 15 зашли на удивление. Либо семена. Перцы очень хорошие. Я всегда знаю, что перец это самый такой трудоемкий, трудосхожий овощ. Либо вот этот грунт, который у меня новый, в который я сею в этом году все, вообще все семена. Может быть как-то он поспособствовал. Дальше что с этим перцем будет происходить? Сейчас под лампой и на солнце я его выставлять не буду. Он у меня пойдет, он немножко постоит здесь, вот в такой рассеянный свет у меня на кухне. И завтра я поставлю, скорее всего, его на окно. Перец пролила водичкой. Все нормально, все хорошо. Заливать перец не надо. Еще раз скажу, что у меня в стаканчиках, если кто-то обратит внимание, нет дырок. Вы не умеете так, делайте, пожалуйста, отверстие. И, конечно, какой-то поддон. А вообще мне нравится все, вот если я делаю отверстие, все растения, все поливать в поддон через нижний полив. То есть нижнее отверстие и всасывается вода, не верхний полив. Сейчас я его немножко замульчирую еще сухим грунтом, который у меня остался, чтобы влага у меня не испарялась. Немножечко, буквально там миллиметров пять присыплю, и все будет хорошо. Кормить я буду его только через неделю, не раньше дней, через 10, чтобы стресс он пережил, корневая система укрепилась. И только тогда я его подкормлю. Первая подкормка будет комплексным удобрением, но дозировка в два раза ниже. То есть если там написано, скажем, столовая ложка, там 20 грамм на 10 литров воды, то я возьму 10 грамм на 10 литров воды. Очень аккуратно я подкормлю под корешок. Но не по сухой земле обязательно нужно пролить. Далее я буду все подкормки осуществлять, также и томаты по листу. Очень мною любимым удобрением, калийным, перец, помните, любит калий. Очень, как и томаты, азотным можно разочек дать. Дальше кальций еще обязателен. Вот в процессе рассады я подкармливаю перец еще кальцием. Это тоже обязательно. Вот чтобы не было вершинной гнили, мне понравилось в прошлом году. Не тогда, когда уже в грунт высаживаю, а именно вот на стадии рассады. Обязательно два раза я еще подкормлю калийной селитрой. Вот так, вот так, вот такие нехитрые манипуляции. Это еще хочу показать. Вот сейчас тоже распикировывала. Разбери, ай, петунию. Не очень мне нравится она в рассаде. Вернее сказать, ну почти совсем не нравится. Вот такая. Но буду надеяться, что я ее, конечно, выхожу. Из пяти штук, а нет, я всего три штуки посеяла. Это ред велюр в этом году меня подвел. Из пяти штук взошло только три. Ой, нет, извините, две даже взошло. Это говорит о чем? О том, что фирмы, которые фасуют семена, стали мухлевать, ну как и раньше это было. То есть они старые семена не утилизируют, как это положено, а они подмешивают с новыми семенами и дальше пускают их в продажу. Потому что такое случается только с просроченными семенами. Особенно не у новичков, а у таких уже мастодонтов по петуниям, как я, можно сказать. Смеюсь, конечно. Всегда все хорошо всходит. А здесь просто вот съездила, купила еще одну упаковку и сейчас буду досевать ред велюр. А еще знаете, что хочу показать? Сейчас, секундочку. Заглядываю сегодня на полочку, где у меня стоит вся рассада, где на укоренение стоит. Помните, вот это с циволой я вам показывала, я ее укореняла. Думаю, что-то через пакетик, не пойму, что там такое. Вы представляете, вот эти маленькие череночки, на которых даже бутонов не было. Они у меня зацвели. И вот этот, на котором нет, но вот бутон есть. Все. Она моментально, вот я говорю, что вот эта с цивола, она зацветает просто моментально. Даже не знаю, взять сейчас маникюрные ножницы и все их вырежу я, наверное, потому что для укоренения цветы нам не нужны. Это оттягивает всю силу. Мне нужно, чтобы вся сила пошла в корешок. Ну вот так, представляете, вот с цивола. Прекрасное растение, ампельное, новое для меня открытие прошлого сезона, поэтому тоже вам ее рекомендую. Все. Да, еще хочу показать кальцевую селитру. Девочки, вот кальция, мальчики, кальцевая селитра, она продается в больших фасовках. По килограмму, по три я видела. И вот в таких 20 грамм. Вот если немножко у нас, да, вот как я вам сейчас показывала, перчик, вот это все. Не надо большими упаковками покупать. Вот удобно такие пакетики саше, я даже не знаю, как правильно их назвать, 20 грамм здесь на 10 литров воды. То есть нужно 5 грамм, здесь удобно поделить пополам, ой, 10 грамм, допустим, поделить пополам и развести 10 грамм на 10 литров воды. То есть это когда дается вот первая подкормка, когда они такие неокрепшие, а селитра нужна обязательно. Кальций тоже нужен, перцам обязательно. Еще следите за паутинным клещом, потому что тут уже я захожу ВКонтакте, в группах выставляют, что с моим перцем, что с моими баклажанами. А если у вас есть дома баклажаны рассада или вот как у меня стоит, как он, господи, Алисум Сноу Принцесс. Сейчас я уже чувствую, что надо мне обрабатывать санмайтом или еще чем-то от паутин. Не нравится мне Алисум, немножко листики такие и не очень мне, честно говоря, вот сейчас обратила внимание, когда рассаживала, буду все обрабатывать. Для профилактики обработаю все санмайтом, потому что паутинный клещ не дремлет. Листики начнут усыхать вот здесь по краю. Там будут такие желто-белые, как бы вы будете думать, что это подгорело на свету. А это паутинный клещ, не провороньте это время. Вот еще раз говорю, если у вас дома есть баклажаны рассада и есть Алисум, то это вот 100% будет паутинный клещ. Все нужно обрабатывать, следить за этим. Все, будьте здоровы и счастливы, всего всем хорошего, пока!